приветствую поговорим о экстрадиции из польши и разберемся в вопросе выдачи людей которые незаконно пересекли границу украины с польшей и незаконно в первую очередь подразумеваю под пересечением вне пунктов пропуска и поговорим о этих людях могут ли тех людей которые выехали через лес через речку экстрадировать в украину также отдельно поговорим о людях которые выехали совершив преступление то есть купили справку либо подделали справку и предъявив ее на границе пограничнику таким образом выехали из украины во время мобилизации и военного положения дело в том что в сети есть уже такие заявления что мол выдают из польши только тех людей которые совершили только тяжкие либо особо тяжкие преступления и что мол вообще выдача это не обязательство государства это право государства и вот мы разберемся с этими вопросами для этого естественно мы посмотрим с вами соглашение между республикой польша и украиной которая как раз и посвящено вопросом выдачи тех людей которые совершили преступления сейчас на ваших экранах договер между украину и республикой польша про правовую допомогу то правови бедносины у цивильных и криминальных справах ссылочку на это соглашение я оставлю в описании к видео вы сможете посмотреть ознакомиться с ним более подробно но перед тем как перейдем к серьезным вопросам немножечко несерьезного немножечко зарады вам накину смотрите есть статья 5 называется мова взаимозастосунки взаимостосунки и вот посмотрите у справах что охоплюются цим договором клопотания складаются державною мовою запытуючую стороны и до них додаются переклады на державную мову запытыванные стороны або английскую ч и российскую ну вот здесь надо вставить и наверное вот этот мемчик вот это поворот российскую в договоре между республикой польши и украиной используется российская мова вот это поворот реально ну это не серьезно на самом деле это так чтобы вас хоть чуть-чуть отвлечь от вопросов связанных с войной а теперь посмотрим конечно же мы ту статью которая касается непосредственно уже вопроса выдачи и такой статьей у нас является статья 60 и вот посмотрим часть первую ее договор не стороны зуба ввязываются выдавать одна одни взаимно за клопотанием відповідно до положенцего договору осіб какие находятся на их территории с метою проведения щодо них криминального переследования або выполнения покарания и так зобовязываются вот что мы видим к сожалению вот те люди которые говорят что это не обязанность страны да выдать преступника а право ну вот договор вы сами видите что написано к сожалению вот так далее смотрим часть вторую она очень важна для нас выдача с метою проведения криминального переследования отбывается только с привода таких злочин нив за який згідно с законодавством обоих договорных сторон загрожую покарания верхняя межа якого перевищуя один рік позбавлення воли або суворише покарания и так какой вивод сразу мы делаем здесь выдача отбывается только с привода злочинив первое злочинив вот что первое нам нужно обратить внимание почему для кого это важно для тех людей которые пересекли границу не совершив преступления то есть если человек перебежал границу где-то через лес переехал переплыл вернее речку то он не совершил преступления он совершил административное правонарушение а за администрать до совершения административного правонарушения экстрадиция не предусмотрена вот что важно понимать что есть те люди которые переехали пересекли границу через лес речку так сказать да пошли погребы и заблудились они экстрадиции не подлежат его можно выдохнуть скажем так вот говорят что я плохо успокаиваю ну вот сейчас же успокоил вот скажите честно успокоил же кого-то надеюсь что да далее какие преступления должен совершить человек чтобы его выдали те преступления где максимальное наказание превышает один год лишения свободы то есть когда говорят нам что выдают только за тяжкие и особо тяжкие преступления это тоже не совсем корректно а мягко говоря в контексте польши это вообще некорректно потому что здесь мы говорим о чем тяжкие преступления это преступления которые предусматривают ограничения лишения свободы на срок более пяти лет а в конвенции в договоре здесь указано один год и соответственно если человека обвиняют по статье 369 ук украины то есть доказывают что он передал неправомерную выгоду там главе влк да и купил таким образом справку то там срока максимальный срок лишения свободы четыре года а соответственно это попадает в описание статьи 60 да то есть срок больше одного года и человека могут выдать ну а перед тем как мы перейдем к вопросу процедуры экстрадиции хочу напомнить что у меня есть телеграм-канал информации там гораздо больше и появляется она оперативнее чем в youtube канале также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео теперь поговорим о процедуре экстрадиции она непроста она медленная и конечно же результат ее на самом деле не предсказуемый и вот почему во первых с чего она начинается полиция вносит запись в ердер соответственно то есть проще говоря открывает уголовное производство уголовное дело далее должны собрать соответствующие доказательства и сообщить о подозрении человеку до после этого конечно человек за границей конечно это делается заочно по сути и далее передают соответствующий запрос в польшу а в польше есть свое законодательство то есть помимо вот этого договора есть еще законодательство республики польша в том числе уголовный процессуальный кодекс и он нам говорит о следующем что если пришел такой запрос то в первую очередь должен прокурор опросить человека далее после этого прокурор передает этот вопрос на рассмотрение суда и суд будет решать соответствует ли запрос всем требованиям международных договоров и действующему законодательству республики польша если суд приходит к мнению что до человека нужно выдать то дальше мы можем оспорить решение суда и вопрос о экстрадиции человека обязательно должен рассматриваться в присутствии этого человека естественно человек имеет право на защиту то есть он может пользоваться правовой помощью адвоката и здесь я рекомендую естественно местных адвокатов польских адвокатов которые являются специалистами в уголовном праве именно республики польша далее если вы не согласны с решением суда вы можете обжаловать это решение суда и только лишь после того как решение суда вступит в окончательную силу его передают в минюст и минюст решает уже процедуру экстрадиции да как будут передавать человека также нужно брать во внимание что во время вот этой всей процедуры экстрадиции государство может просить и о временном задержание человека тоже этот вопрос должен решаться судебном порядке конечно же конечно же ключевым здесь моментом на мой взгляд сейчас станет вопрос вообще выдачи человека в страну где идет война ведь есть вот эти самые европейские ценности есть международные акты признанные не только европейским союзом но и всем мира где говорится что человек это первично до жизнь человека право на жизнь человека первично когда мы говорим о выдаче в украину страну где идут боевые действия и причем мы не можем сказать что где-то есть сейчас безопасные места что мол мы же человека забираем там не условный там купянская не там бахмут куда-то да мы его там мол забираем во львов да и будем содержать его во львове но и по львову прилетают ракеты то есть безопасных мест как таковых на сегодняшний день нет и я думаю что адвокаты будут настаивать именно на этом и говорить что здесь конечно да есть интерес государства там привлечь уголовной ответственности и прочее но первичным должен быть вопрос жизни человека а поскольку государство которое запрашивает экстрадицию этого человека не может обеспечить главное не может обеспечить безопасности этому человеку то у меня есть подозрение что суды могут отказывать в экстрадиции именно на этом основании на том основании что выдача запрашивается в страну где идет война и допустимо ли это могут ли это могут ли отказать да могут в предыдущем видео посвященным этому вопросу я рассказывал о том что есть основания для того чтобы отказать в выдаче и сейчас быстренько напомню но поговорим только об одном из таких оснований эти основания указаны в данном же соглашении только статья 61 подробно о них говорил уже в предыдущем видео ссылочка будет в описании а вот здесь на что я хочу обратить внимание на вот этот пятый пункт одной из причин отказа выдачи является то что вонаток то выдача приведет до порушения публичного порядку або загальных принципов законодавства загальни принципы законодавства и вот здесь я думаю что польша как страна ес все таки в принципы правовые принципы республики польша входит этот принцип что жизнь человека это наивысшая ценность и ее нужно защищать именно на этом основании я думаю что будут однозначно отказы но с другой стороны конечно же может быть принято и политическое решение до польша может поддержать вот эту идею что нужно возвращать людей которые совершили правонарушения с целью уклониться от мобилизации во время военного положения в украине и могут возвращать то здесь будет вот вопрос наверное такое решаться мне кажется что все таки не столько в правовом поле сколько в политическом хотя конечно с другой стороны все таки есть есть с и есть надежда что в с нет такого знаете существенного давления политики на те решения которые принимают суд как это будет покажет жизнь но а пока вот информацию я вам дал и это наверное все что хотел сказать в данном ролике на этом у меня все если вы считаете что данное видео было полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео напомню что с вами был олег лукьянчиков адвокат кандидат юридических наук желаю вам удачи благополучия конечно же мира пока пока